Всем привет! С вами Кэт Кена, и ты смотришь Puzzle English. Сегодня поговорим о словах, которые могут запутать. Называются они аммофоны. Это слова, которые звучат абсолютно одинаково, а вот пишутся по-разному и имеют совершенно не связанные друг с другом значения. Моя любимая пара, с которой мы начнем, это пара die и die. Как ты услышал, звучит одинаково, дай умирать и дай красить, например, волосы или ткань, одежду, что-то такое. Вот, кстати, совет, да, если что-то переводишь с иностранного языка, не старайся переводить пословесно. Смотри всегда на контекст, на картину в целом, так просто понятнее, из контекста сразу видно, о чем идет речь. Например, два предложения. Очень разное значение. У меня died my hair, я покрасила волосы, и my hair died, у меня умерли волосы. То есть, я не знаю, там отвалились, выпали, что-то с ними произошло. Следующая пара. Первая означает группа, музыкальная группа, например, Я играю в группе, или I have a band, у меня есть группа. И band, когда тебе запрещают куда-то приходить. Если ты band from somewhere, то ты что-то там накосячил, напортачил, как-то неправильно себя вел, тебе сказали, все, вам сюда приходить запрещено. Сейчас в одном предложении попытаюсь показать оба. Твоя группа теперь не может приходить в этот паб, убирайтесь. Ну, может, группа как-то устроила какой-то дебош. Следующая парочка. Stair и Stair. Stair, как лестница или ступенька, очень часто используется во множественном числе. Stairs, да, это когда лестничный пролет. И Stair, это когда ты пристально смотришь на кого-то, оставился. Пример такой. Он споткнулся, да, о ступеньку и упал вниз. Это очень неприятный инцидент. Или Он повернул свою голову, чтобы уставиться на меня. Или повернул голову и уставился на меня. И еще пара, которую люди часто путают. Berry, понятно, berry, как ягода. А berry, как хоронить, люди очень часто произносят неправильно. Говорят, berry или там еще что-то. Нет, абсолютно одинаковое произношение. Berry, как strawberry. И berry, хоронить. Или, кстати, хоронить не обязательно. Можно еще закапывать в землю. Тоже можно berry. Вот как раз, да. Мы закопали деньги на заднем дворе. Или Эту ягоду можно есть. Следующая парочка. Очень мне нравится. Wine, как вино. И wine, как ныть. Тут два значения. Либо скулить. Знаешь, когда собачка скулит, вот это вот тоже wine. Или когда кто-то ходит, ноет, жалуется. Вот прямо это тоже wine. Пример такой. Would you like some wine, соответственно? Винишка не хотите? Yes, please. Или Stop whining. Stop whining. Естественно, тебе не говорят, да, что здесь речь не о том, что перестань пить вино. Нет, тебе говорят Хорош, ныть уже, хватит. Следующая парочка амафонов. Waste, как талия. И waste, как напрасная трата или отброс. She has a small waist. У нее тонкая талия. Или It's a waste of time. Наверняка эту фразу слышал. Это как раз напрасные траты времени. И, как я уже говорю, их иногда полезно учить в паре, да, чтобы запоминалось сразу одинаково, запоминалось разное написание. И у тебя укладывалось на слух, чтобы потом не было вопросов, да, что ты видишь по-разному написанные слова и думаешь, блин, а как же они читаются? А читаются-то они одинаково. Следующая, очень тоже мне нравится, горилла. Все знают, что такое горилла, да? Ну, вот эта вот большая обезьяна. И горилла очень по-разному пишется. Там две R, две L. На экране ты все это видишь. Партизан. Партизаны тоже будут гориллос. И сейчас в одном предложении тоже покажу. Здесь вот очень, вот в этом предложении очень важен контекст, потому что если ты не видишь, как написано слово, ты только из контекста можешь понять, о чем же там человек говорил. Are there still some gorillas in Congo? В Конго есть и те, и другие. Там партизаны есть, у них там гражданская война все время происходит. И горилла там тоже есть, если еще не вымерли. Я не проверяла уже очень долго, но в общем, только из контекста здесь можно понять, о чем речь, если не видно, как пишется. И еще парочка. Ферри, как немоющая жидкость. Нет, нет, нет. Ферри, как фея. И ферри, как паром. То есть, Я сидела там очень долго, чувствуя себя как фея на розовом облаке. Это вот прям мое состояние обычное. Ферри, это, соответственно, когда на пароме куда-то можно добраться. Абсолютно одинаковое произношение. И еще пара слов. Board и board. Board как совет кого-то, совет судей, совет кто там еще. Любой совет, правительственный совет, это собрание людей. Board и board, когда тебе скучно. Тоже сейчас в одном предложении покажу. I told the board of education that I was bored of. Я сказал совету образования. Образовательному совету. Русский язык я оставлю тебе, что я уже устал, что мне стало скучно заниматься образованием. Вот так это переводится. Еще парочка. Deer, как милый, и deer, как олень. Oh, deer, look, it's a deer. Абсолютно одинаковое произношение. О, боже, посмотри, там олень. Ну и давай еще возьмем, пожалуй, три слова еще осталось, так что bear with me, we get in there. Mail и mail. Mail как почта, и mail как мужского рода. All my mail goes to my old address. Вся моя почта приходит на мой старый адрес. Или Is that dog male or female? Да, сразу, кстати, запоминаем. Mail, female. Женский. Мужской, женский. Is that dog male or female? Это собака, мальчик или девочка. Еще парочка слов. Flower и flower, как мука и цветок. How much flower do I need? He brought me a flower. И, кстати, я обращаю твое внимание, flower как мука неисчисляемая, поэтому вопрос how much flower do I need? Сколько мне нужно муки сюда? И А цветы, естественно, можно посчитать. То есть, если речь о цветах, соответственно, вопрос будет how many? How many flowers are there? Сколько там цветов? Последняя пара, которая, кстати, по-русски очень похоже звучит. Мы говорим пара, они говорят pear. Так вот, pear как пара и pear как груша произносят абсолютно одинаково. What's a nice pair of shoes? Какая прекрасная пара обуви? Или Would you like a pear? Соответственно, кто-то тебя спрашивает, а не хочешь ли ты груши отведать? Вот такая история с аммофонами. Как я уже сказала, всегда обращаю внимание на контекст и учи написание, потому что произносятся они одинаково, а вот пишутся по-разному. Спасибо, что смотрели. До новых встреч в Puzzle English. По-уроне-post. По-уроне-post. 啊?! Продолжение следует...